Здравствуйте, друзья! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, поэт, писатель, философ. Сегодня мы обсудим одного интересного, известного мыслителя, Бертран Артур Уильям Рассел. Годы жизни, 1872-1970. Британский философ, логик, математик и общественный деятель. Внёс значительный вклад в математическую логику, историю философии... Ой, серьёзно? Историю философии? Да ну. Эта фигня на Википедии написана, серьёзно, внёс значительный вклад в историю философии. Но в логику реально внёс, и в теорию познания реально внёс вклад. В этом плане Рассел действительно хорош. То есть мы, конечно, посмеёмся над историей философии, и на фоне того же Каппулстоуна, его современника, конечно, вклад Рассела в историю философии выглядит крайне сомнительно. Ну да ладно. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1950 года. Вот такая вот известная, замечательная персона. Основной материал у нас взят с сайта Ифрана, и мы будем его с вами здесь разбирать, сидеть, исследовать. В целом ничего более хорошего и понятного я на самом деле найти не смог, и в этом заключается одна из проблем. Ну, во-первых, прежде всего, в Расселе я не разбираюсь, не являюсь специалистом в аналитической философии вообще в принципе, и пиетета к данному направлению не испытываю, соответственно, да, и изучать его я не особо бы хотел вообще в принципе. Тексты Рассела я читал, но довольно хаотически, то есть я не скажу, что они были зачитаны прям до дыр, все или не все, или частично. То есть Рассела я, безусловно, касался, но какого-то серьезного интереса у меня исследовательского Рассел не вызвал. В творчестве Рассела можно выделить достаточно большое количество разных этапов. Ну, во-первых, потому что их в принципе было довольно много, да, то есть Рассел иногда работал над довольно разными проблемами, разрабатывал новые то логические, то уже нелогические вопросы, то вопросы атеизма, популярной философии и всего подобного, да. И в этом плане выделять периоды в жизни Рассела можно чуть ли, не то, чтобы бесконечно, но достаточно много. Есть отдельное количество тем, каждая из которых можно обозначить тем или иным периодом. Так вот, ну мы давайте выделим три периода, так уж и быть. Первый – это освоение математики и философии, да, соответственно. Около 10 лет он длился. Следующий период, это с 1900 по 1910, он был посвящен логическому исследованию основ математики. В это время Рассел написал и принципы математики, ну, знаменитую принципию математику. Статья об обозначении, вот, и много чего еще. Последняя его, в общем-то, стадия развития – это, собственно, третий период, основным содержанием которого стала разработка широкого круга философских тем и публикация популярных работ, которым сам Рассел ценил гораздо больше, чем изыскание для узкого круга специалистов. Честно говоря, я не знаю, реально ли он так ценил это. Это просто так написано для красного словца. Проверять мы это, конечно, не будем, ну, потому что это в письма надо лезть куда-то. А я, ну, не готов, да, соответственно, за те деньги, за которые мне заплачено за эту лекцию, лезть в различные книжки. Ну, давайте так, да. Можно сказать, что Рассел в каком-то роде реально скатился. Реально скатился. Вы можете посмотреть, как человек, который действительно внес довольно большой вклад в философию, философию математики, в теорию познания. То есть, это действительно человек значительный. Да, я не считаю, например, его философом по своему делению. То есть, это не создатель какого-то философского учения, течения. Уровень его продуктивности, мне кажется, довольно, ну, маленьким. Но в определенной области этот уровень продуктивности был довольно высок. Да, то есть, по всем другим областям как-то не очень, а вот по одной конкретной, это прежде всего вопросы логики, Рассел действительно здесь показывает достаточно высокий уровень продуктивности, и за это его, безусловно, стоит уважать. И, к сожалению, в определенный период жизни он вопросами логики стал заниматься значительно меньше и увлекся популярной философией. Ну, там, атеизм, почему я не христианин, вот эти вот все вещи. Мы их здесь сегодня практически обсуждать не будем, потому что они, на мой личный взгляд, являются абсолютно неинтересными. Позиции Рассела по политическим вопросам, позиции Рассела по вопросам, почему он там не христианин, позиции Рассела по вопросам атеизма, это абсолютно скучное, малоинтеллектуальное чтиво для людей, которым, ну, наверное, нечем особо заняться. Видимо, поэтому в данном периоде вообще статьи, тексты и материалы данного периода, они довольно неплохо распиарены, где только можно. И всем известен этот замечательный чайник Рассела, который, на мой взгляд, является, ну, каким-то что ли, чуть ли не издевательством. Это троллинг, наверное, я не знаю, люди используют аргумент чайника Рассела как что-то серьезное, это, по-моему, троллинг. Ну, и более того, из этого же периода у нас история западной философии Рассела, которая собой представляет, ну, может быть, не один сплошной ужас, но основные разделы, например, по Платону, Гегелю, Ницше, они отвратительные, честно говоря. И, на мой взгляд, и Гегеля, Ницше, и Платон достаточно важные философы для того, чтобы в тексте про историю философии, чтобы в тексте про историю философии о них было написано достаточно хорошо, как минимум, и понятно, да, без фундаментальных ошибок, без каких-либо глупостей, без лишних эмоций и так далее, так далее, так далее, так далее. В этом плане, вот, вот что я здесь думаю, да, на мой взгляд, Рассел, когда писал историю западной философии, он поленился осведомиться о творчестве, в общем-то, очень важных мыслителей в истории философии, он их, ну, чуть ли не то, чтобы проигнорировал, он их упомянул, но упомянул недостаточно, да, без уважения, так скажем, упомянул, чего в тексте про около историю философии, ну, даже быть близко такого и не должно. Я обращу внимание на те разделы мысли Рассела, которые действительно представляют интерес, которые действительно являются значимыми, которые действительно делают Рассела достойным, достойным того, чтобы мы о нем вообще заговорили, да, то есть, его логические, это прежде всего его логические работы. Ну, и решения разные в вопросах философии и науки тоже. Просто здесь важно понимать, да, просто здесь важно понимать, что если бы Рассел написал только то, что он написал в последний период своей жизни, ну, ну, не знаю, кем бы он был, кем-то на уровне Марка Аврелия, наверное, Монтэня или еще кого-нибудь такого. Ну, то есть, вот последний период его жизни – это что-то уже такое, знаете, не очень хорошее. Поэтому опускаем все это, переходим к более-менее настоящим, серьезным темам, в которых Рассел действительно разбирался. Прежде всего, это философия науки. Следуя традиции Юма и Канта, он различает два подхода к познанию – натуралистический, опирающийся на здравый смысл, и философский, основанный на критическом отношении к результатам познания. А натуралистический, вот этот вот натуралистический подход, для него характерный наивный реализм, присущий обыденному донаучному сознанию уверенность, что вещи таковы, какие они воспринимаются. Такой взгляд в тех или иных вариантах привносится и в науку, при этом упускается из виду проблема обоснования знания. Ну, мы можем даже на примере это показать, всевозможные Панчины, Дробышевские, там большая тотальная проблема с обоснованием, ну, и, соответственно, такой чистый наивный эмпиризм, ну, он как бы в методологии у них проглядывает. Конечно, если мы их спросим, являются ли они наивными реалистами, они, конечно, скажут, нет, конечно, нет. Но если мы посмотрим уже более глубоко, как они действительно относятся к обоснованию, для них достаточным обоснованием, по сути, является эмпирический опыт, и они очень часто говорят, что эмпирический опыт не просто фальсифицирует что-то, а прям вот подтверждает, и причем не просто... Ну, короче, у них нету какой-то проблемы научного обоснования, понимаете? Да, эта проблема для них кажется решенной просто ввиду того, что есть наука, есть эмпирический опыт, все, вроде бы теории из эмпирического опыта здесь следуют, вот мы эксперимент провели подтверждающий, все отлично, довольно наивно. Следующий, собственно, следующая сторона, вот следующий подход, который Рассел здесь разбирает, это философский, да, то есть мы натуралистический взяли, теперь философский. В ходе философского анализа знания выясняется, что на месте, будто бы очевидного и простого, на самом деле существуют сложные структуры, возникает сомнение в достоверности очевидных ситуаций, то есть очевидные ситуации оказываются не такими уж и очевидными, и очевидность сама по себе не спровергается, да, получается, в таком случае. И философия в этом плане вещь довольно показательная, потому что она во многом держится на, как таковой, критике. Внутри философского дискурса есть критика, ее очень много, философия всегда критикует другие философские течения, и в этом плане она крайне критична, и с этим сразу он, безусловно, может согласиться. Зрелое научное познание дальше идет, это уже кризис-антитезис-синтез, ну вы поняли, да? Вот, но, да, чем зрелое научное познание, которое представлено прежде всего физикой и математикой, чем же оно отличается от натуралистического? А тем, что признается существенная дистанция между знанием и его объектом. То есть мы не просто вот смотрим, о, эмпирический опыт, все совпало, все работает, все отлично, да? А у нас существует именно проблема, которую нужно решить, во-первых, да? Учитывается сложность воссоздания объекта в ходе научного исследования. В поиске основания анализа знания Рассел пытается сконструировать весь внешний мир из чувственно данного состава человеческого опыта. И в то же время представить его объективно. Так он обратился к задаче, обретшей актуальность в конце 19-го, начала 20-го века в связи с кризисом основ классической физики. Сам он характеризовал свои позиции как научный здравый смысл. Здравый смысл не противопоставляет сколь-нибудь резко науку и обыденное знание. Знание и верование, поскольку признают, что наука в основном говорит истину. К знанию мы движемся через мнение, полагание. Различие же того и другого определяется лишь степенью правдоподобия. Относительно комментариев, картина Рассела здесь является тоже в каком-то виде идеалистической. Вот у нас тут истина какая-то неожиданно мелькает. Хотя для того, чтобы говорить об истине, нам, наверное, для этого нужно какое-то достаточное основание. Не думаю, что у Рассела оно было. Но теперь перейдем к одной из важнейших работ Рассела. Вот сейчас мы заговорим на несколько птичьем, возможно, языке. Но я попытаюсь вам что-то разъяснить, соответственно. Я и сам не являюсь знатоком, собственно, теориологических типов. А вот эта подглава будет так и называться, теориологических типов. Это одно из важнейших достижений Рассела. Так вот. Важнейшие логические открытия Рассела. Теория описания и теория логических типов. Обе они имеют важные философские следствия. В основу анализа, обозначающих фраз теории описаний, положено представление, что значение обозначающего выражение можно узнать либо путем непосредственного знакомства с предметом, либо с помощью его описания. Рассел предложил строго различать имена и описания, как два разных типа отношения знаков к объекту. Вот мы закрепили вот этот моментик. То есть, у нас есть имена и описания. И они по-разному относятся к объекту. Описание может быть определенным, то есть, относиться к индивидуальному, конкретному предмету, и неопределенным, относящимся к классу предметов. Просто, да, то есть, у нас есть, соответственно, имена и описания. А описания могут быть, собственно, определенными и неопределенными. Определенные относятся к предмету конкретному, а неопределенные относятся к классу предметов. Я это все повторил, разжевал, думаю, ну, собственно, здесь табличка очень понятна, очень простая. Я не думаю, что у кого-то вот конкретно в данном случае возникнут какие-то уже проблемы. Мы это, думаю, вот-вот-вот закрепили. Рассел предложил также разграничить собственные имена и определенные описания, которые Фреги читал однотипными. Но главное в теории описаний – новое толкование предложений, включающих в себя обозначающие фразы. Рассел подчеркнул, что обозначающие выражения сами по себе не имеют значения, являются неполными символами и потому могут быть осмыслены и выполнять функцию обозначения лишь в составе высказываний. Трудности в понимании обозначающих фраз порождены неправильным анализом предложений, в которые они входят. Существенную роль в адекватном анализе играет понимание высказывания в целом, как переменный, смысл которой зависит от входящих в него выражений, соответственно. Ну, здесь в целом, что, сложно не согласиться, действительно. Действительно, существенную роль в адекватном анализе играет понимание высказывания в целом, как переменные, да, это правда. Но проблема заключается во многом в том, что многие люди, когда, да, они пытаются заниматься анализом чужих позиций, они их не до конца понимают, они не понимают, в каком контексте они, они не понимают это высказывание, да. Вот. И не понимают его, как даже переменную, и ничего не понимают в нем. Даже не трактуют выражения, которые в нем находятся. То есть многие люди просто берут и переозвучивают чьи-то позиции на свой, собственно, лад, получается. Да, ну и, соответственно, они не анализируют входящие в него выражения. Ну, с другой стороны, у Рассела, мне здесь кажется, можно сразу отметить небольшую проблему, потому что большинство людей плохо следит за собственными выражениями, выражается метафорически и так далее, так далее, так далее. То есть уже здесь у нас намечается небольшой такой разлад. Да, может быть, для научной, иногда философской, аналитической дискуссии вот это вот положение, которое Рассел здесь ввел, оно актуально. Но, например, для анализа обыденной речи уже здесь могут возникнуть большие-большие проблемы. Потому что люди выражают... Ну, короче, у людей большие проблемы с выражением собственных мыслей, и на это уже... Это, может быть, даже не самый главный показатель для определения того, что там вот люди пытаются выразить. В теории описаний Рассел предложил новый аналитический метод, позволяющий всюду, где возможно, вместо упоминания неизвестных объектов подставлять конструкции, основанные на известных объектах. Он стремился расшатать ведущее к идеализму представление, будто все мыслимое соотнесено с тем или иным независимым объектом. Важными достижениями теории обозначения Рассел считал объяснение области несуществующих сущностей, типа круглый квадрат, золотая гора и так далее, как псевдообозначающих выражений, которые реально ничего не обозначают, и преодоление трудностей осмысления статуса несуществующих предметов, типа пегас, гамлет и так далее. Теория описаний дала удобный логический аппарат перевода в более ясную форму предложений с неуточненным содержанием. С ее помощью проясняются, например, высказывания об эмпирически необнаружимых объектах, предложения, содержащие понятия пустого класса, утверждение о существовании или несуществовании предметов. Теперь переходим к еще одной проблеме, к парадоксу, которую Рассел как раз разрешил. Парадокс теории множеств. Это тоже одна из важных тем, с которой Рассел работал. Расселовскую концепцию логики отличает крайний номинализм. Логика отождествляется синтексисом с правилами осмысленной расстановки слов. Всякий символ, выходящий за рамки простого именования единичного объекта, толкуется как ничему в действительности не соответствующий. Рассмотренная Расселом проблема парадоксов вытекла из данного контором определения, позволяющего рассматривать в качестве элементов множество объектов любой природы, в том числе другие множества. Причем сами множества могут быть своими собственными элементами. Я думаю, здесь в тему будет вспомнить парадокс Бродобрея, который Рассел как раз и озвучил, в том числе. Пусть в некой деревне живет Бродобрей, который бреет всех жителей деревни, которые не бреются сами, и только их. Бреет ли Бродобрей сам себя? Любой ответ приводит к противоречию в данном случае, то есть он бреет себя, окей, или он не бреет себя, ну кто же тогда бреет Бродобрея, соответственно. Любой ответ приводит к противоречию, и в этом плане, ну вот он вам парадокс. И он отлично охарактеризует вот эту проблему парадокса теории множества. Еще раз повторим про Бродобрея, то есть у нас есть Бродобрей в деревне, вот он бреет всех жителей деревни, всех, включая себя, получается, как будто бы, да, которые не бреются сами, и только их получается, да, соответственно. Вот. Бреет ли Бродобрей сам себя? В связи с этим множество подразделили на нормальные, не содержащие себя в качестве своего элемента, и ненормальные, включающие в число своих элементов и себя. А вот, вот, вы почувствовали парадокс Бродобрей, и вот, соответственно, множество включают себя друг в друга. Ну, то есть, смотрите, вот у нас, допустим, есть кружочек, сейчас кружочек беру, вот у нас, да, вот, и у нас там есть, допустим, ну, я не знаю, еще один кружочек у меня найдется, да, найдется кружочек. Вот у нас множество, и вот множество включает в себя много всего, и якобы вот оно само себя включает, получается, да, то есть множество входит само в себя. Вот, а это порождает ряд парадоксов, соответственно. Парадокс возникает, если поставить вопрос, к какому типу относится множество всех нормальных множеств. Такое множество оказывается одновременно и нормальным, так как не содержит себя в качестве своего элемента, и ненормальным, поскольку оно есть множество всех нормальных множеств, и потому должно включать в качестве нормального множества и себя. Рассел показал, что причиной парадоксов такого рода является смешение уровней рассуждения, или уровней абстракции. Для их преодоления он предложил теорию типов, разграничивающую классы понятий по степени общности. То, что включает всю совокупность чего-либо, не должно включать себя. В принципе, вот вам и решение. Вот, соответственно, то, что включает всю совокупность чего-либо, не должно включать себя. Из этого следует, что при смешении логических типов, категорий, языковых символов возникают предложения, лишенные смысла, которые нельзя характеризовать ни как истинные, ни как ложные. Так возникают логически тупиковые ситуации, предотвратить которые и призваны теория типов. Не претендуя на объяснение, а тем более изменение реальной практики употребления слов, она вносит категориальную ясность в его работу. Хотя позже выяснилось, что теория типов – не единственный и не наилучший способ устранения парадоксов. Этот вывод повлиял на все последующие развития аналитической философии. Далее важным открытием Рассела, важным влиянием Рассела на философию является теория логического анализа. Это очень большое достижение, которое Рассел вел в аналитическую философию, в том числе и прежде всего в аналитическую философию, конечно же. И вообще в этом плане Рассела можно назвать, наверное, таким, знаете, философом нового типа. Даже Мур, который, собственно, современнее Рассела, и который тоже считается одним из основоположников аналитической философии, даже Мур, его тексты, что ли, они более похожи на тексты таких относительно классических философов, у которых было множество проблем, собственно, с логикой, как ни странно. То есть там много и более-менее обыденных рассуждений, иногда попадаются какие-то аргументы, иногда не попадаются аргументы, в среднем наблюдаются как бы большие аргументационные зазоры, в общем-то, в их позициях. И в этом плане, и в этом плане, да, все это больше похоже на, не знаю, вот человек придумал идею, и он начинает ее постепенно прорабатывать из разных точек, получается, да. То есть вот здесь начинает придумывать какой-то аргумент, здесь он прорабатывает концепцию более подробно и делает ее более непротиворечивой, например. И это в целом неплохо объясняется тем, как философия становилась, какие люди ее делали, да, там, не знаю, ее творческим характером, безусловно, продуктивным. Философия, в принципе, развивалась таким образом. И Рассел, на мой взгляд, является одним из таких первых философов, ну, наверное, ну, как философов, да, но нового типа, совершенно нового типа. То есть то, что делает Рассел в философии, вот как он рассуждает, те люди, которые потом ему в итоге подражают, они становятся меньше похожи на тех философов, которые были до Рассела, ну, или на тех философов, которые находятся за пределом аналитической философии. То есть, Рассел именно в аналитической философии, на мой взгляд, именно положил, ну, стал таким тотальным водоразделом между, ну, настоящей, допустим, философией и философией, в кавычках, уже философией аналитической, которая поменяла ряд своих качеств. Я не говорю, кстати, что это плохо, я не оцениваю это как нечто там ужасное, отвратительное, да, я просто вот сейчас фиксирую факт. То, что вот конкретно Рассел, тот тип рассуждения, которое он предлагал, тот тип рассуждения, который впоследствии будет использоваться многими другими философами, аналитическими прежде всего, радикально отличается от того типа философствования, постулирования идей, их проработки, который был до Рассела. И мы можем невооруженным взглядом заметить это колоссальное отличие. То есть, у нас есть Гегель, у нас есть Рассел, у нас есть Кант, у нас есть Рассел, у нас даже Лебнец есть, у нас есть Рассел, мы берем монодологию, мы берем Рассела, и может быть, ну, Спиноза, да, у нас есть у Спиноза, Спиноза здесь, наверное, как раз как исключение может пойти, да, допустим. Но кого мы только не возьмем, кого мы только не возьмем, у нас есть Бекон, у нас есть Рассел, да, соответственно, это очень разные. У нас Платон есть, у нас есть Рассел, у нас есть Нитша, у нас есть Рассел, да. То есть, Рассел здесь, наверное, даже у Нитши и Платона в стилистике повествования мы обнаружим больше общего, чем у Рассела и Платона. Ну, как-то вот так вот даже можно это рассудить. Может быть, даже мы у Аристотеля и у Нитши обнаружим даже больше общих черт, чем у Рассела и Аристотеля. Но это смотря как посмотреть, наверное. Так вот, теория логического анализа. Теория логического анализа. Расселу принадлежит развернутая теория логического анализа как метода перевода знания на более точный язык. Он первым широко привлек внимание философов к символической логике. Первым применил метод логического анализа к теориям познания в целом. Распространил его на решение философских проблем. Причем, да, давайте обратим внимание, что если мы так посмотрим, может быть, не знаю, первым не первым. Материале, это уже, кстати, эта статья уже не из эфрана, она отдельно была мной просмотрена, прочитана и обработана, да. Так вот, первым не первым, конечно, первым не первым, конечно, ну, вот с Фреги, например, что здесь делать, да, то есть можем к Фреге как-то попробовать отнестись тоже как к первому аналитическому философу, допустим, да. Это, но он, Рассел, Рассел конкретно, был, наверное, одним из самых значительных персонажей, наиболее ярких, который этим занимался, и наиболее, наверное, влиятельных одновременно с этим. Что отчасти, да, вот когда речь идет о влиянии философском, о том, кто на кого повлиял, и почему конкретно там какая-то там философия пришла именно вот к такой вот позиции, Рассел здесь, наверное, является самой фундаментальной фигурой. Достаточно значимой, достаточно центральной, ну, и, соответственно, самой масштабной, безусловно. Вот. И если мы так посмотрим, действительно, да, то есть до Рассела философы по символической логике, ну, не особо, в общем-то, да, хотели этим разбираться. Методы логического анализа в теории познания в целом в тотальном таком смысле не применялись, опять же, да, философы часто использовали аргументы, часто использовали аргументы, но аргументы, если мы посмотрим на философские тексты, они скорее носят такой относительно спорадический характер. Да и на самом деле, даже если мы посмотрим на научные тексты, даже более-менее современные и не очень современные, мы обнаружим, что там, ну, как бы есть большая-большая-большая проблема с аргументацией, по большей части. Потому что, на мой взгляд, ну, не только на мой взгляд, если вы просто прочитаете эти тексты, ну, не считая математических, безусловно, мы столкнемся с одной большой тотальной проблемой, которая называется проблема индукции, безусловно, да, то есть и в науке она просто игнорируется, по большей части, и, на мой взгляд, существует некоторый такой ритуал, ну, то есть научный метод, ритуал, который необходимо произвести для того, чтобы тот или иной набор предложений оказался осмысленным, да, то есть ученые, если так посудить, особенно ученые, вот эпоха Дарвина где-то, да, они не особо занимались каким-то глубоким логическим анализом своих положений, вот, и тем более, тем более логический анализ не особо применялся к решению философских проблем, потому что, ну, большинство философов не то чтобы были большими логиками, за редкими исключениями, ну, вот Лебнец действительно, да, на логику повлиял, и значительный математик, и вообще значительный большой крупный масштабный человек. С другой стороны был Артур Шопенгауэр, тоже логик, да, то есть у него первая его значительная важная работа, за которую ему докторскую дали, это как раз про закон достаточного основания, и Рассел неплохой аргументатор при этом всем, но он иррационалист, и он во многом иррационалист даже, да, и в стиле своем повествовании иррационалист, и он тот еще, так скажем, как бы это выразиться помягче, шарлатан, не хочется говорить, трикстер, да, он тот еще трикстер Шопенгауэр в этом плане, да, вот, ну, есть показательная работа, наверное, Спиноза, где он попытался из философии сделать чуть ли не геометрию, математику, геометрию, да, ну, это, наверное, самый яркий философский пример, в котором мы имеем дело с такой большой, в общем-то, логикой. Но, опять же, да, даже Спиноза радикально отличается от Рассела, потому что Спиноза попытался сделать из евклидовой буквально геометрии философию, получается, то есть он попытался из общих посылок, ну, из общих посылок, из, собственно, аксиом вывести всю свою философскую систему гигантскую, да, а проблема заключается в том, вот именно проблема познания, что, особенно научного познания, околонаучного, что мы должны что-то подобное делать уже исходя из окружающих нас фактов, да, окружающих нас фактов, вот, мы должны каким-то образом анализировать вещи вокруг нас, мы должны каким-то образом вот разбирать их на составные части, делать какие-то выводы и каким-то образом объединять все в некоторые представления теории уже. То есть спиноза-то здесь действует как человек тотально дедуктивного, такого склада ума получается. И его знание, оно как бы претендует на априорность, действительно, высочайшую степень априорности. То есть у нас есть аксиомы, и, соответственно, допустим, эти аксиомы врождены, все, поехали, все, поехали. Дальше идет чистая, в кавычках, математика, выводы, и все здесь довольно просто. И даже в этом плане спиноза, который может быть в каком-то смысле близок к Расселу, он также одновременно от Рассела и далек. Так вот, на смену представления о философской нейтральности формальной логики Рассел выдвинул тезис об ее активной и даже основополагающей роли в философии. Опять же, тут важно заметить, что я с автором статьи, наверное, на 100% согласен, что, на мой взгляд, подавляющее большинство философов до XX века, они довольно нейтрально относились к формальной логике. Ну вот прям вот как бы она как бы есть, некоторые аргументы формулируются по законам формальной логики, но их можно и не формулировать по законам формальной логики, да и половина философов, они, наверное, даже и не очень с этой темой были знакомы. Им это не то, чтобы было очень сильно интересно, да и даже аргументировать не всем очень сильно интересно, потому что мы философами называем и мистиков по типу Сайденборга, и мистиков по типу Бемы, и кого только мы философами не называем в этом плане. И да, многие из них действительно создали свои учения, но вот с точки зрения аргументации у них было все вот совсем не очень хорошо. И уже, соответственно, после Рассела и со становлением аналитической философии формальная логика начинает играть очень важную роль, имеет основополагающую роль, собственно, в философии. Аналитической, важно заметить, именно в аналитической. В континентальной она до сих пор не имеет такой роли, что, наверное, не знаю, хорошо, что у аналитической философии есть хоть какая-то конкуренция. Рассел понял, что ведущие к парадоксам логические нечеткости в употреблении языка вытекают из ошибочных философских предпосылок. Он показал связь между некорректным применением понятия всеобщего класса множества и склонностью к платоновскому реализму. У меня, кстати, я здесь замечу, мне более-менее нравится тот подход до Расселовского номинализма в логике, потому что это действительно является некоторой попыткой решить фундаментальную проблему, на которой я постоянно указываю, это проблема, собственно, вот платоновского реализма, потому что для того, чтобы логика реально работала, то есть имела отношение к реальности и, собственно, могла каким-то образом формулировать на своем языке истину, в общем-то ее греки решали таким образом, что они, собственно, создавали некоторые универсалии, которые реально существуют и даже, может быть, более реальны, чем, собственно, мы с вами живые люди, получается там и вещи и все остальное. То есть есть какие-то более реальные классы объектов, то есть универсалии, то есть общие понятия, то есть общие понятия. Вот стул, вот стул, он как бы обозначает сразу множество потенциальных стульев, это слово. Вот есть один определенный стул, вот определенный стул, это не общее понятие, но вот я показываю у него, принеси мне, Вася, стул в соседней комнате, а в соседней комнате 20 стульев, он приносит мне один из стульев, допустим, потому что он обратился к классу стулу на более высоком уровне абстракции, и пришел, и стул мне принес в итоге. То есть он догадался, что нужно сделать, умный мальчик, спасибо ему, соответственно. И для обоснования этого, в общем-то, выводился отдельный кластер объектов. Рассел пытается избежать, вот, собственно, вот этого универсализма, в котором мы должны постулировать некоторые кластеры объектов. Насколько у него это получается, конечно, на мой взгляд, вопрос открытый. Но все-таки, но все-таки, да. К причинам кризиса оснований математики были отнесены, хоть и не всегда, явные элементы гипостазирования математических и логических понятий. Из этого следует программа перестройки математической логики в духе номинализма. Неразрывно связав свои логические изыскания с поиском новой философской основы логики, Рассел, в отличие от Фреге, истолковал класс как простое сокращенное наименование некоторой группы единичностей. Он поставил задачу устранить независимые, абстрактные сущности и показал, что они сводимы к языковым наименованиям их комбинаций. Теория типов, неполный символ, аксиома сводимости – все это были попытки устранить такие абстракции, которые составляют основу метафизики платоновского типа. Рассел и его последователи значительно расширили задачи анализа, ограниченные прежде решением специальных логических затруднений. В их работах логический анализ естественно увязан с философскими концепциями номинализма и эмпиризма и объявлен универсальным методом, имеющим философскую значимость. Сам Рассел склонен был считать логический анализ единственно продуктивным способом решения философских проблем. Каждая подлинно философская проблема, подчеркнул он, это проблема анализа. Ну и, кстати, отчасти мы здесь можем вернуться к началу лекции, где я, собственно, как раз и говорил об отношении Рассела к науке. И где он как раз в философском, в общем, на философской ступени, или как это там у него называется, получается, вот, подход. В философский есть натуралитический подход, есть философский, где в философском он говорит о критике. Причем философский подход, в ходе философского анализа знания выясняется, что на место будто бы очевидного и простого на самом... Ну, короче, для философии оказывается важен конкретный анализ, и философия может добывать знания, и даже скорее наоборот, не то чтобы знания, а добывать критику из чистого анализа. Вот. И в этом есть определенный резон, потому что философия, ну, как бы, даже если речь идет не о аналогических формах анализа, а каких-то других, философия все равно старалась анализировать, критиковать, разбирать что-то на составные части и вот выдавать определенные результаты. В этом плане философия действительно занималась такими вещами, вот, критикой и такими вот, собственно, логическими, иногда риторическими, иногда, собственно, какими-то еще атаками. И философия логического анализа здесь действительно дает неплохой инструмент для некоторых философских течений, для того, чтобы продолжать вот этот вот подход, критики очевидного, разбора всего неочевидного и, собственно, предположений некоторых разных концепций. И Рассел, я здесь замечу, да, почему я Рассела не считаю философом с большой буквы, то есть создателем своего собственного мировоззрения, потому что Рассел придумывал, особенно в некоторые периоды своей жизни, придумывал очень разные концепции, которые так или иначе он пытался доказывать и опровергать, то есть он такой вот, получается, знаете, непостоянный интеллектуал в области такой антологии, если вот антологию брать, и он придумывал то одну концепцию, то другую. Вот, например, известный пример Расселовский, который я постоянно использую. Давайте представим себе ситуацию, в которой мы существуем всего-то 5 минут. Да, мир был создан 5 минут назад, и я или вы, кто меня смотрите, существуете всего-то 5 минут. Но, да, вроде бы это парадоксально, и нереально, и такого быть не может. Но теперь следующее условие, которое делает данную концепцию нефальсифицируемой. Память о всей вашей жизни также вкачана в вас вот 5 минут назад. То есть вам кажется, что вы существо, которое жило там 20 лет, 30, 40, 50, я не знаю, сколько вы жили, соответственно, да, но на самом деле, на самом деле, по факту, просто все эти воспоминания у вас закачаны, и вот эти 5 минут, которые вы существуете, вы думаете, что вы существовали намного больше времени, на самом деле, да. Вот такой парадокс сформулировал Рассел в том числе, и я его нередко использую, и, честно говоря, с этим парадоксом мало кто может, в принципе, совладать, потому что он принципиально нефальсифицируем. Вот, и с помощью таких парадоксов в том числе можно обнажать всевозможные проблемы. То есть как-то так, как-то так, как-то так. Поехали. Еще одна очень важная тема в философии Рассела, очень важная тема, которую он развивал, некоторый промежуток времени очень длительно работал на данной теме, это логический атомизм Рассела. Этот логический атомизм в том числе повлияет в итоге на Витгенштейна и на Венский кружок. Это довольно важная тема. Вообще, в принципе, это... То есть логический атомизм Рассела, он также будет оказывать очень плодотворное влияние на неопозитивизм или логический позитивизм, так называемый. Так вот, логический атомизм Рассела. Согласно Расселу, предложение имеет грамматическую форму, тогда как выражаемое им суждение имеет логическую форму. Иногда эти формы совпадают, а иногда нет. Однако в определении истинностного значения предложения участвует именно логическая форма. Поэтому, если не позаботиться о тех случаях, где логика и грамматика расходятся, то возникает опасность уподобления грамматических категорий логическим и, соответственно, антологическим, что грозит серьезным метафизическим искажением. В связи с этим стратегия Рассела состояла в том, чтобы для каждого проблематичного предложения S сформулировать логически эквивалентное ему предложение S1. Такое, что его грамматическая форма точно отображает логическую структуру суждения, выраженного в S и S1. Для ясного, ну, в общем, соответственно, да, мы берем предложение неясное, в общем-то, с логической точки зрения, и переделываем его в ясное предложение, понятное, да, соответственно. Для ясного и однозначного представления логической формы Рассел стал использовать разработанный им формальный язык, приписав ему тем самым статус логически совершенного языка. Необходимость же подобного перевода на формальный язык он объяснял тем, что обыденный язык это источник путаницы и неясности, которые на протяжении веков были причинами философских заблуждений. Кстати, вот эту вот фишечку, видимо, у Рассела подхватят вот про заблуждение философский и Витгенштейн. Так вот, этот метод Рассел применил для анализа так называемых обозначающих выражений, то есть всех тех слов и словосочетаний, которые помимо имен собственных могут выполнять в предложении роль подлежащего и среди которых наиболее важную категорию составляют определенные дескрипции. Например, самая высокая горная вершина или столица Франции. В статье об обозначении Рассел сформулировал теорию дескрипций, которая стала ядром его философской логики. Согласно этой теории определенные дескрипции по своим логическим функциям сильно отличаются от имен собственных. Если имя обладает самостоятельным значением, то дескрипция – это неполный символ, приобретающий значение только в контексте целого предложения и исчезающий при переводе предложения в логически совершенный язык. Так, предложение Сократ Смертин в логически совершенном языке выражается формулой F в скобочках А. Так как предложение нынешний король Франции Лыс представляет собой конъюнцию из трех предложений, одно из которых утверждает существование человека, являющегося нынешним королем Франции, второе говорит о единственности такого человека, а третье приписывает ему свойство быть лысым. Подобный анализ устраняет иллюзию того, что выражение нынешний король Франции кого-то обозначает и вместе тем позволяет понять, как определяется истинное значение рассматриваемого предложения, поскольку среди ныне живущих людей нет человека, обладающего свойством быть королем Франции, то первый конъюнт в этом предложении, в этом сложном суждении является ложным, а стало быть, ложным является и все суждение в целом. Ну, вы поняли, да? Соответственно, вот у нас есть предложение, его можно разбить на более маленькие предложения, а эти предложения иногда можно разбить на еще более маленькие предложения, и, соответственно, вот атомы, молекулы, вот оно, вот такой вот образ у нас складывается. Вот мы вот берем, разбираем это все на части, один конъюнт оказался ложным, ну и, следовательно, все, предложение ложно. Изи. Благодаря такому анализу остается в неприкосновенности закон исключенного третьего, поскольку уже нельзя считать предложение нынешней короли Франции не лыс отрицанием предложения нынешней короли Франции лыс. Аналогичным образом разрешается и проблема единичных отрицательных суждений существования. Предложение пегаса не существует, переводится в предложение с квантором «не существует такого х, что х есть пегас, который уже не содержит в себе ничего парадоксального». Ну, в общем-то, про логику мы закончили. Про логику мы закончили, специалистом в логике я не являюсь, специалистом в логике Рассел я не являюсь. Есть, кстати, многие статьи про Бродобрея, соответственно, про лысого короля Франции материалы я читал непосредственно, ну, собственно, самостоятельно, да, и в них я специалистом тоже не являюсь, соответственно, да. Также следует сказать, что, опять же, повторить даже, наверное, что Рассел вел очень такую богатую политическую жизнь, и после того, как он покончил с философией математики и меньше стал увлекаться логикой, он ушел в такую популярную философию, и не только философию, и не только философию. Рассел был крупным деятелем мирового демократического движения за ядерное разоружение, за отказ от разрешения спорных вопросов политики военными средствами. Он положил начало по Гуошскому движению ученых за мир, инициатор целого ряда антивоенных компаний и организаций, соответственно, да. Я знаю, человек достаточно большой, крупный, серьезный. Мою позицию о Расселе, ну, я не знаю, вы, наверное, не знаете, да, у меня часто всякие критические положения в адрес Рассела на стримах бывают. Но при этом Рассел человек действительно крупный, уважаемый, значительный в области логики, прямо гигантский персонаж, в области аналитической философии персона огромная тоже, да, соответственно. Если мы вообще можем называть что-то аналитической философией, то Рассел там занимает первое место, наверное, как философ. Очень крупная фигура для аналитической философии. А если не первое, то одно из первых, очевидно. А вот. Что еще можно здесь сказать? Ну, также известно, что Рассел симпатизировал и демократическим взглядом, и, соответственно, коммунистическим взглядом. У Рассела очень такие вот популярные позиции, популистские даже позиции, нередко проскакивают в его творчестве, соответственно. Рассел, ну, в общем, такой вот был человек, который прожил практически сто лет, практически сто лет прожил, долгожитель серьезный и очень знаменитый философ 20 века, знаменитый даже в плане того, что он именно популярный философ. То есть, снимался в передачах многочисленных, у него брали интервью очень часто. То есть, знаете, вот у нас есть Дугин в России, у нас есть Дугин, да, Дугина как бы многие знают. Вот Рассел – это британский Дугин в каком-то смысле, да, вот такая общая черта, общая черта с Дугиным, вот эта вот популярность, медийность у него есть. Потому что подавляющее большинство философов, просто вот подавляющее большинство философов за всю историю человечества, они не то чтобы были очень сильно медийны. Как-то так, да. И Рассел здесь, наверное, играет такую интересную, опять же, роль. Но, опять же, да, его вот эта вот популярность, медийность, она скорее основана не столько на его логических изысканиях, сколько на его поп-философии, на истории западной философии, которую он тоже написал. И на многих других материалах, к которым я, например, не могу серьезно относиться. Да, это такие материалы уже, получается, для людей, наверное, которым философия не очень сильно интересна. Там не самые умные аргументы в пользу атеизма, там не самые интересные позиции против христианства высказаны. И в этом плане, мне кажется, да, Рассел сдулся, можно так сказать, Рассел сдулся. Каким красивым был логическим пузырем до этого и чем стал, собственно, в итоге, это интересно, действительно. Но зато, зато конкретно вот все вот эти вот материалы, статьи, его высказывания по поводу и христианства, и атеизма, и других каких-то более-менее популярных проблем, связанных и с политикой, и не только. Вот они-то и принесли ему достаточно большую степень медийности и сделали его известным философом даже среди тех людей, которые не интересовались философией. Что нередко, да, ну, что для многих философов действительно, как бы, редкое что-то, да, редкое какое-то событие. Вот. Напоминаю, что лекция была заказная. Я бы сам никогда в жизни не посигнул бы на лекцию по разбору Рассела. Я абсолютно понимаю, что мой разбор может быть недостаточно компетентен, тем более, что, ну, давайте будем честны, да, материалы из этого разбора, они, собственно, они скомпилированы из разных, ну, да, из разных энциклопедических материалов в интернете, соответственно, которые я лично проверял, используя свой опыт прочтения Рассела. Но мой опыт прочтения Рассела не является очень насыщенным. И ввиду этого, конечно же, вы, скорее всего, в интернете найдете более компетентные лекции по данной теме. Тем более, если я вас заинтересовал, если я вас заинтересовал, может быть, да, я на большее здесь, на самом деле, не претендую. Если вам показались интересными логические открытия Рассела, если это действительно то, что вас в философии будоражит, если это действительно то, что вас насыщает какими-то позитивными эмоциями или вызывает у вас интерес конкретно в философии, действительно, можете дальше продолжать знакомиться с данной темой. Наверное, эта лекция носит именно такой характер для того, чтобы вас заинтересовать вообще в философских вопросах каких-то, в их решении, ну и уже дальше в логике и прочих других вещах, с которыми вы могли бы ознакомиться и начать разбираться в них лучше, чем разбираюсь я, соответственно. Ну что, друзья, спасибо за то, что вы меня прослушали, спасибо заказчикам данной лекции, давно я лекции не записывал, и, к сожалению, эта лекция была на тему, которая меня не сильно зажигает и которую я не сильно люблю, от этого, конечно, немножко печально стало на душе, но я справлюсь, но я справлюсь. Да, первая лекция за год, наверное, первая лекция за год, и она про Рассела. Класс, 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 конечно. Ладно, всего вам доброго, друзья, если вам понравилась лекция, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите кому-то, показывайте, и, соответственно, приходите ко мне на стримы, а я вас там жду каждый день с 18.00 до 3.00 ночи по Москве, ну, не всегда до 3.00 ночи, но до 2.00 ночи где-то по Москве. Так что, друзья, обязательно ко мне приходите на стримы, там мы можем обсуждать и философские вопросы, и нефилософские вопросы, все, что там интересует молодых и не очень молодых людей, мы очень часто можем обсудить, и у меня на многие вещи найдется интересная позиция, интересная аргументация, которую можно выслушать, так что приходите, все, всего вам доброго, друзья, пока-пока, пока-пока, пока-пока.